Был в Крыму лишь однажды в 80-м, вспоминает художник Пётр Чеканцев. Два месяца жил на даче Константина Коровина в Гурзуфе. Наслаждался местными пейзажами и черпал вдохновение для творчества. Прошло уже более 40 лет, но эта поездка остаётся в памяти. За эти 40 лет впечатление от Крыма, от Гурзуфа, где находится дача Коровина, где мы работали, оно не изгладилось. Оно живое, оно цветное. В общем, впечатление на всю жизнь, так скажем. Так что здорово, что он стал снова российским. Творческая дача работает и художники очень благодарны этому факту. Именно тогда им была написана картина «Белый Гурзуф». Сегодня она представлена на выставке, открывшейся в Одинцовском краеведческом музее в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма и России. Крым, мы помним это прекрасно, великолепен, пейзажи его роскошны и красивы. И кто как не живописцы, кто как не художники, могут отразить это в своих работах. Сегодня мы открываем выставку, это уже не первый наш проект, с Одинцовским отделением Союза художников Подмосковья. И я хотела бы выразить глубокую благодарность художникам, которые приносят нам действительно работы, написанные от души и со всем мастерством, которым они обладают. Выставка получила название «Старыми тропами нового света». Мы видим работу молодых художников и признанных мастеров. Акрил, акварель, масло. На полотнах неповторимый, разный, прекрасный Крым. Обязательно обратить внимание на работу художницы Татьяны Листопад. Удивительная смешанная техника, бумага, аппликация и акварель. И в результате получилась работа полных смыслов, полных образов, которые напоминают и о прошлом Крыма, и о настоящем Крыма. И вот интересное соединение техник дает вот такой великолепный результат. Здесь можно вдохнуть запах моря и старинных городов, полюбоваться маковыми полями и историческими достопримечательностями. Частичка Крыма ждет посетителей выставки в Одинцовском историко-краеведческом музее. Евгения Августина, Полина Бахова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.